Дорогие гости, здравствуйте, добрый день, приветствуем вас. Мы сейчас будем начинать наше торжественное свадебное такое... Как правильно, подскажите, я уже теряюсь. Мы сейчас будем кушать с вами. Уже сочетание прошло, мы сейчас будем просто хорошо проводить время. Будем пожелания давать, мы будем кушать. И вот это начало у нас будет сейчас уже начинаться. Вы знаете, если бы мне кто-то сказал несколько лет назад, что я буду на этом месте, мне было бы очень тяжело представить. Но если бы мне кто-то сказал, что я буду проводить пир, мне это еще тяжелее было бы представить. Поэтому я волнуюсь, переживаю. И ваши пожелания, ваши пения очень сильно помогут мне. Я предлагаю, чтобы вы поддержали меня, молодых, они тоже еще больше меня переживают. Но сегодня это ихний день. Поэтому мы сейчас начнем, как они запланировали. Сейчас будет музыкальная мелодия. И как вот, пожалуйста, ваши молодые, включайте мелодию, и мы вас встречаем. И дальше мы начнем с молитвы общения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Дорогие гости, давайте мы немного успокоимся. Большинство здесь нас присутствующих уже были на этом месте. Наши молодые тут впервые. Ради вас, дорогие, мы собрались. Мы сердечно благодарим вас за то, что вы так позаботились, сделали такое большое угощение для нас. А мы, в свою очередь, приготовили свои пожелания, свои практические советы, пения, молитвы за вас, может быть, вслух и про себя. И не только в этот день. Поэтому мы будем начинать наше торжественное, это свадебное такое торжество. И мы попросим папу Стефани помолиться, пожалуйста. Братья и сестры, прежде всего я бы хотел сказать, ну, слава Богу, что мы все на этом месте. Знаете, свадьбу сделать это тяжелый труд. И если бы не наш Господь, который нас всех соединил, то, наверное, и не было бы сегодня такой свадьбы. Давайте помолимся и попросим благословения. Милосердный Отец наш Небесный, мы тебя сердечно благодарим, что вот сейчас настал этот час пира свадебного. Мы хочем, чтобы ты тоже был здесь с нами, Господь. Чтобы не только пища, которая на столах, она была для нас, но также и пища, которая духовная, которая главная, Господь. Чтобы молодые получили наставление, чтобы мы получили тоже от этого удовольствие, Господь. Просим Тебя, пребудь с нами. Прими за все благодарность. Аминь. А сейчас у нас будет первое пожелание. Мы попросим пожелать молодым. Thank you everybody for coming to share this special day with us. Stephanie and I want to say thank you to all who helped out with the wedding. Our parents, thank you for your love and support. Thank you to our wonderful relatives who helped a lot. It wouldn't be the same without you. Thank you all who helped in the kitchen. You did an amazing job. We are very grateful. God bless you all. Приятного аппетита всем. Приятного аппетита. Приятного аппетита всем. Мы сейчас попросим, вы, пожалуйста, можете присаживаться, молодые. Приятного аппетита всем нашим гостям. Сейчас Рома, брат Андрея, приготовься, пожалуйста, свое музыкальное выступление. И пока ты будешь Ромой играть, обменяйтесь, пожалуйста, кольцами. Хорошо? Пока Рома готовится, я предложу минуточку внимания. Перед тем, как вы приступите к пище, одна такая мысль, два слова. Первое карифенам, 4-1. Достигайте любви. Вы знаете, мне очень нравится, когда наши, вот я знаю, некоторые ведущие очень такие темы поднимают на свадебном таком событии. Я предлагаю тоже порассуждать над этими двумя словами. Что в вашем понимании значит достигайте любви? Когда вы будете петь песню, когда вы будете пожелания говорить, я буду стараться, если не стесняюсь, спросить вас, что вы понимаете под значением достигайте любви. Пожалуйста, вы хотите практику будущей жизни молодых? Что в вашем понимании, как вы думаете, как им можно достичь этой любви? Или они уже ее достигли? Рома, пожалуйста, можешь начинать играть, а вы, пожалуйста, обменяйтесь кольцами. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Я буду очень скучать. Но только не буду плакать, а просто вас в гости ждать. Я тебя люблю, Андрюша. Такой молодец. Максимка, что ты самое больше всего запомнил про своего брата Андрюшу? Помнишь что-нибудь? Что мы катались с ним на диртбайках. Давно? А он тебя один раз брал или несколько раз? Он сам мне купил мотоцикл. Два. Молодец. Какой у тебя брат хороший. Ты, наверное, будешь ждать. Он недалеко от тебя будет жить? Я не знаю. Самое главное, что ты знаешь, что у тебя есть диртбайк. Спасибо большое. Садись. Вот такие маленькие вещи. Они всегда будут, мне кажется, запоминать. Пожалуйста, тетя Оля, тетя Лена, пожалуйста, ваше пение. И приготовьтесь, Руслан, Сара, Данилка и София, ваше следующее выступление. Пожалуйста, сюда ближе подходите, чтобы сразу не терять время. Самим Творцом позволено Два сердца соединить в одно И этот Господа закон Дарован людям всех времен Счастливым пусть ваш будет брак Пусть в вашей жизни будет так Что поравну грустилась вам И радость тоже пополам Пред вами новая стезя Идите с Господом, друзья И Он в любви большой своей Украсит жизни грустней Счастливым пусть ваш будет брак Пусть в вашей жизни будет так Что поравну грустилась вам И радость тоже пополам И в этот час желаем мы Вам счастья, мира и любви Пусть вас Господь благословит От всех ненастей оградит Счастливым пусть ваш будет брак Пусть в вашей жизни будет так Что поравну грустилась вам И радость тоже пополам Счастливым пусть ваш будет брак Пусть в вашей жизни будет так Что поравну грустилась вам И радость тоже пополам. Вместе. Аллилуйя. Все вместе. Первое такое практическое пожелание. Сейчас, пожалуйста, детки, и приготовьтесь, Рома, твое выступление. Рома, следующее, после этого музыкальное выступление твое. Невеста наша Стефани и наш жених Андрей. Ну, люди, посмотрите, что может быть милей. Картина эта самая нарисовал Господь. Сердцем их оправил и соединил сам Бог. Жизнь ваша прекрасная долиной упойдет. И по местам опасных вас поведет Господь. Читать, любить Библию, собрание чаще быть. Труд совершать для вечности и легче будет жить. Звоните, приезжайте, почаще в гости к нам. И пусть во всем поможет Господь великий вам. Аминь. Рома, пожалуйста, твое выступление. Детки, кто знает, что такое любовь? Как бы ты сказал, Рома, слан? Я не знаю. А кто знает? Кто-то может мне сказать? А такой вопрос. Как вы думаете, Андрей больше любит Стефани или Стефани любит больше Андрея? Кто знает? Сам не знаю. Ну ладно, пожалуйста, садитесь. Я думаю, они оба очень сильно любят друг друга. Поэтому они здесь. Рома, твое выступление. И после этого Дядюра Новенко. Вы здесь? Дядюра, после Ромы на выступление, пожалуйста, ваше. Рома, твое выступление. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Говорит, живите так, чтобы вам не завидовали, и живите так, чтобы никому не завидовать. Но я другое, я хочу вам прочитать. Седьмой стих, это пятнадцатая глава, пятнадцатая глава римлянам, седьмой стих. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Знаете, многие люди в этой жизни, часто верующие, разочаровываются в браке. Почему? Потому что они как-то его по-своему представляют. Знаете, вот, ну люди бывают эгоисты в жизни своей, они думают, что ну вот теперь все, есть кому стирать, там ланч готовить. Она думает, ох, вот кто мне завтрак будет приносить в постель и так далее. Друзья мои, ну жизнь гораздо серьезнее вещь такая, да, и поэтому если они неверующие люди и не понимают этого, конечно, они разочаруются. Почему? Да потому что мы верующие люди понимаем, что мы должны принимать друг друга такие, какие мы есть. Вы с разных семей, вот, воспитание могло быть разного, требования разные, отношения к жизни, возможно, будет где-то разниться. Но если вы будете помнить этот стих, где Павел говорит, чтобы мы принимали друг друга, как Христос принял вас, славу Божью, то, наверное, если так вот посмотрим на свою жизнь, да, на себя, какие мы были доуверования, надо согласимся, что Бог не обсуждал, хорошие вы, плохие ему, но воспринял, согласитесь. Вот так же в жизни вы должны принимать друг друга, с вашими характерами, вкусами, взглядами на жизнь и так далее. То есть, если это, ну как-то коротко сформировать этот стих, то, знаете, я так скажу, не превозноситесь, не ссорьтесь, будьте единомыслены, любите друг друга. Знаете, вот, Господь Иисус Христос, Он не столько даже ценит правильное понимание Его Слово, требования нам, какой муж, какая жена должна быть, сколько ценит открытие, сердечное взаимоотношение и любовь между супругами. То есть, вы должны в своей жизни друг другу доказать дела веры. То есть, это значит, надо терпеть и долго-долго терпеть, пока вы не придете к пониманию, к настоящей христианской семейной любви. Вот я вам этого желаю. Написано, все у вас, да будет с любовью. Поздравляем вас с этим знаменательным таким днем для вас. Пусть Бог вас благословит в этот путь. Аминь. Спасибо, друзья, что вы согласились выйти сюда. И самое первое, я хочу поблагодарить вас за то, что вы пригласили меня и мою жену на вашу свадьбу. Это большая честь для нас, как говорят и любят говорить в Америке. Ну, а первое, второе, что я хочу сказать, это добро пожаловать в страну любви. И мы приветствуем вновь прибывших иммигрантов. И я знаю, что иммигранты, когда приезжают в новую для себя страну, они сталкиваются с проблемой номер один. Это проблема языка. Понимать. Ну, с чем и мы столкнулись. И мы выслушали множество историй уже забавных, которые происходят с людьми из-за того, что они не знают языка. Женщина приходит в магазин искать манную крупу и говорит, мне манка нужна. Она ищет манку, а продавцы в магазине ищут обезьянку. Они думают, что обезьянка убежала. А брат из нашей церкви, жена послала его за черным перцем. Он пришел в магазин, продавец подошел и услужливо спросил, чем могу помочь. Он говорит, мне нужен black paper. А, black paper, окей. А зачем вам black paper? Он показывает, буду есть. Есть black paper? О, я не знаю, у нас нет black paper. И он говорит, я пошел искать black paper. А он пошел за мной и смотрит, что же я такое возьму, что я потом буду есть. Ну, друзья, ситуаций очень много. Я даже узнал, что мои земляки, украинцы, придумали такой Украина-американский вариант языка. Например, пятница, на работе. Люди получили чеки и обедают. И говорят своему боссу такие слова. Оце мы зараз поланчуемо и пойдемо гроши спендувати. Переводя на русский язык, вот это сейчас мы пообедаем и пойдем деньги тратить. А мы зараз поланчуемо и все пидемо молодых конгречулувати. Конгречулейте. Это поздравлять, да? Поздравлять. Мы будем поздравлять вас. Конгречулувату. Ну, друзья, я хочу вас попросить. Сейчас вот здесь на экране высветится история. Реальная история. Основанная на реальных событиях. А вы сейчас просто ее прочитаете. Андрей будет читать на английском, потому что она на английском. Это история, которую мы изучали в колледже. А ты, Стефани, будешь переводить на русский язык. Там все очень просто. Пожалуйста, подойдите сюда, чтобы вы хорошо видели. Итак, Андрей, как называется эта история? Where is Mr. Zimmer? Where is Mrs. Zimmer? Где тетя Zimmer? Mr. and Mrs. Zimmer are in a van with their three children. Дядя и тетя Zimmer в вене едут с ими тремя детьми. They are driving from California to Oregon. Они едут с Калифорнии до Орегано. It is late at night. Поздно ночью. Mr. Zimmer is in the front seat. He is driving the van. Mr. Zimmer and the children are in the back seat. They are sleeping. Mr. Zimmer is hungry. He stopped at a fast food restaurant. He got into the restaurant. He got into the restaurant. Mrs. Zimmer's wake up. She is hungry too. T. Zimmer тоже проснулась. Она тоже голодная. She goes into the restaurant. Она идет в ресторан. Mr. Zimmer walks. Mrs. Zimmer walks into the restaurant. Mr. Zimmer walks out of the restaurant. Mr. Zimmer doesn't see his wife. Тетя Zimmer ходит в ресторан. Дядя Zimmer выходит из ресторанта. Дядя Zimmer не видит свою жену. Mr. Zimmer drives away in the van. Дядя Zimmer уезжает. He drives all night. Он всю ночь проехал. In the morning, Mr. Zimmer and the children are in Oregon. В утро. Дядя Zimmer и его дети в Oregon. They get out of the van. Они выходят из вены. Where is your mom? Mr. Zimmer says the children. Why don't you know? The children say. Где ваша мама, дядя Zimmer, спрашивает детей? Они говорят, мы не знаем. Where is Mr. Mrs. Zimmer? Где тетя Zimmer? She is in the restaurant in California. Она в ресторанте в Калифорнии. Стефани, помнишь последнюю позу миссис Зиммер? В какой позе она стояла? А ну, ты повернись к нам лицом, пожалуйста. Ну, это традиционная поза для женщин. Обычно. А ну, покажи, как это у тебя получится. Не-не-не, не так она стояла. Вот, вот так она стояла, да. Так вот, это первый урок в стране любви, в которую вы прибыли. Урок чтения у вас неплохо получается. И чтение, и перевод были достаточно хороши. Но теперь небольшой урок грамматики. Грамматики. Грамматика начинается с правильных или неправильных глаголов. Так вот, я сейчас буду называть глаголы, а вы будете говорить, это правильный или неправильный глагол. Ну, можете помогать друг другу. Да, можно дать микрофон. Значит, в английском языке это все неправильные глаголы. Irregular verb. Но в семейной жизни и в стране любви некоторые из них правильные, а некоторые неправильные. Вот постарайтесь разделить на правильные и неправильные. Итак, бит. Кстати, вы перевод говорите, что это значит, бить. А то я сказал. Что значит бит? Да, бить. Ударить, да. Это правильный или неправильный глагол для семейной жизни? Неправильный. Неправильный. Вот, видишь, Стефани молодец, сообразила. Брокен. Сломать. Это правильный или неправильный глагол? Нет. Неправильный. Отлично. Argue. Argue. Sorg. Нет. Неправильный глагол. Хорошо. Молодцы. Нормально идете. Build. Строить. Строить. Нормально. Начинайте. Eat. Кушать. Кушать. Правильно. Это очень правильный. Андрей, для тебя очень правильный глагол. Do. Делать. Правильно. Правильный глагол. Forgive. Прощать. Правильно. Правильный. Give. Давать. Правильно. Правильный глагол. Молодцы. Make. Делать. Правильно. Делать. Давай. Shake. Shake. Шитать. Трясти. А, трясти. Ну, это я, может, так сказал. Нет. Неправильный. Неправильный. Spend. Иногда правильно. Спасибо. Нормально. Да, пойдет. Understand. Понимать правильно. Это правильный глагол. Ёл. Кричать. Нет. Неправильный. Неправильный. Отлично. Ну, и love, believe, надежда как? Hope. Love, believe, hope. Это какие глаголы? Правильные. Это правильные. Спасибо, друзья. Спасибо большое за то, что поучаствовали в этом открытом для всех уроке. И для вас. Поэтому, если ты не хочешь видеть жену такую, как ты увидел вот там, во-первых, не забывай проверять, есть ли она в автомобиле. Во-вторых, учи правильные глаголы семейной жизни. И по желанию, первая Коринфянам, 14 глава, первый стих. Достигайте любви. Или учитесь любви. Учите язык любви. И пусть Бог вам в этом помогает. Спасибо большое. Спасибо большое. Благодарим. Я когда жил в России, у нас только говорили изучение английского языка методом Илоны Давыдовой. Помните кто-то? А сейчас мы в наших руках можем сказать, что методом дяди Юры Науменко. Вы очень хорошо освоились в эти, не знаю, вы год уже здесь живете, дяди Юр? Ну, за этот короткий промежуток времени вы уже на сцене учите. Спасибо вам большое. Пожалуйста, Сергей. Стефани Энгрио. Шел сюда, думал, как бы не забыть имена. Уже возраст такой. Мы от души, от своей семьи поздравляем вас. Поздравляем родителей. Ну, я бы хотел, чтобы вот эта семья новая, она принесла вам счастье. Мир душам, покой, радость, удовлетворение. Я, ну, кто не хочет. Вы знаете, вы, Эндрю и Стефани, вы даже вот, ну, потому что вы еще не родители. Вы не понимаете, насколько родители преданы детям. Особенно в трудностях. В вашей жизни, вот ваше здоровье, оно, ну, знаете, когда случается беда, беда, приходит горе в семью, родители, они готовы положить души, они готовы отдать жизнь для того, чтобы дети жили. И когда вы станете ими, вы все поймете это. Это такое чувство, такое прекрасное. Это есть любовь, и она должна и у вас быть, и у родителей. Я бы хотел, чтобы в вашей семье, вот эта любовь была друг к другу, чтобы не было, ничего не случилось, как говорит апостол Павел, чтобы никакого горького корня не возникло и не притянило много вреда. Я Антону, чтобы он меня не мучил, потому что я уже старенький, чтобы у меня, что такое любовь, как достигать, я все еще достигаю, я в этом процессе. Ну, скажу одну вещь, да. Апостол Павел римлянам в 14 главе 7-8 стихом предлагает такие слова римлянам. Ибо никто из нас не живет для себя и не умирает для себя. А живем ли? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. И потому живем ли, умираем всегда Господни. Вот я хочу вот эту вот ступеньку любви, ступеньку любви назвать ее умирание. Умирание. Вы знаете, ниоткуда приходит проблема. Одно слово неосторожное, даже в каком-то таком тоне, оно вроде ты и не хотел этого, оно вот выскочило. И получается обида. Вы знаете, в этом случае нужно умирать постоянно, потому что плоть, она как бы всегда требует справедливости. Дух противится ей, потому что мы знаем, и Слово Божие, что и обиженными остаться хорошо. Обиженными. А плоть не хочет этого. Плоть говорит, не так это должно быть, не так. Но вот я хочу, чтобы... Мы, конечно, не хотим, чтобы у вас были плохие слова. Нет, всегда говорите добрые. Но если что-то и случится, нужно умирать. Это во всех случаях жизни. Это Библия это мучает. Везде мы должны умирать, чтобы... Апостол Павел говорит, я каждый день умираю. Я каждый день усмиряю, порабощаю плоть свою. Апостол Павел, тебе ли? Ну, а нам тем более нужно это делать. Я пожелаю вам благословения, в вашей семье. Счастья, конечно, мира, здоровья. Если здоровья нет, то ничего не надо. Но пусть Бог благословит вас на этом пути. Может быть, что-то не сказал, потому что когда выходишь, думаешь, я это скажу, что-то упускаешь, что-то пропускаешь. В общем, не то говоришь, что хотел. Ну, пусть это будет как есть. Вот как вот я вот так чувствую, так вот я и говорю. Благословения вам, Бог вам в помощь. Ну, и еще одна песня. Пред алтарем святого Бога Согласие вы сказали да И ваши все пути, дороги Селись, сидит она всегда И мы желаем, вам желаем Благословения, друзья Пусть солнце вас в пути встречает И гребнет узами семья Ваша семья Как новый день в лучах рассвета День этот полный радости Благословляем мы от сердца Благословляем мы от сердца Союз желанный, радостный И мы желаем, вам желаем Благословения, друзья Пусть солнце вас в пути встречает И гребнет узами семья Ваша семья Ваша семья Ваша семья И мы желаем, вам желаем Благословения, друзья Пусть солнце вас в пути встречает И гребнет узами семья И мы желаем, вам желаем Благословения, друзья Пусть солнце вас в пути встречает И гребнет узами семья Ваша семья Спасибо вам большое за такие искренние Хорошие пожелания Пожалуйста, дружки, приготовьтесь Вадим и Рома соберут сейчас Наши устные пожелания Мы говорим здесь в микрофон А наши еще сердечные Мы будем с наших карманов доставать Пожалуйста, приготовьтесь А в это время Давид споет песню Хорошо? Я хотел бы пожелания стать Но это пожелание будет говориться через мое пение Я много выразиться не могу Но пение, я думаю, для всего это уже все объяснит вам Слова тоже такие очень хорошие Послушайте Кто верным Богу пребывает И чтит Его святой завет Того Он чудно охраняет Среди житейских грозных бед Кто в вере тверд, тот в нем найдет Защиту от земных невзгод Отбрось ты всякое сомненье Неси смиреньем крест земной Чтобы святое провиденье Всегда царило над тобой Бог любит нас И знает он Какой нуждой наш дух смущен Среди житейского волненья Не думай, что ты им забыт А раб плотского наслажденья Под сенью благ земных укрыт Быть может завтра принесет Нежданный для тебя исход Иди же ты его путями И духом в битве не слабей И верю, что он всегда над нами С великой благостью своей Кто уповает на него Увидит Бога своего Аминь Пока сейчас буду готовиться к пению Я тоже такую историю слышал Кстати, это вот в этом зале было Я когда сидел там на скамейке И один служитель Сказал мне такую С проповедью Сказал, что семья ехала Муж с женой На машине Они остановились где-то Но у нас здесь Мы привыкли к рестериям А в то время Вы помните Какие у нас там рестерии были? У нас там рестерий никаких не было Помните? И вот муж с женой Они остановились там на заправке где-то И заправились И поехали дальше Через пять часов Они вдвоем ехали Муж Опомнился, что он Что он не увидел Что его жены нету Пять часов прошло Тут у нас хоть дети Были Такая какая-то ситуация Но я не знаю насколько это правда Но я слышал это вот с нашей С нашей вот кафедры Один служитель проповедовал Это Это о чем говорит Наверное эти люди Еще далеко не достигли Да, любви Дорогие молодые Достигайте любви Это вы уже много сегодня слышали Дорожите временем Не забывайте смотреть друг другу в глаза Проверяйте всегда Когда вы заходите с рестерии Все ли на месте Особенно когда будет деток больше Я по себе заметил Когда ты думаешь, что ты знаешь Вот обязательно что-то случится Всегда перепроверяйте себя Ваше духовное состояние Дорожите друг другом Пожалуйста Мой, мой папа Андрей Пожалуйста, приготовьтесь После пения Ваше пожелание Дом, где мы вырастаем Учимся, любим, мечтаем Дорог нам навсегда В нем так тепло и уютно Как бы нам не было трудно Там живет доброта Пусть ваш дом согреется Тепло в любви Всем, кто будет в нем Он радость подарит Самым лучшим и уютным будет дом Где желаны встречи со Христом Первые жизни уроки Радость, любовь и упреки Познаем иногда Многого не понимая Только затем подрастая Нам цене Дом родной Пусть ваш дом согреется Тепло в любви Всем, кто будет в нем Всем, кто будет в нем Он радость подарит Самым лучшим и уютным будет дом Где желаний встречи со Христом Жизнь Жизнь Так сложна и сурова И без надежного крова Так легко Нас сломит Пусть сам Господь вам поможет Твердым и быть Твердым и быть И все же Помнит ваш Отчий дом Пусть ваш дом согреется Тепло в любви Всем, кто будет в нем Он радость подарит Самым лучшим и уютным будет дом Где желаний встречи со Христом Пусть ваш дом согреется Тепло в любви Всем, кто будет в нем Он радость подарит Самым лучшим и уютным будет дом Где желаний встречи со Христом Мой папа Андрей Тесть мой А он же является дядей, невестой Теска и Стефани Подождите, я хотел Прежде всего Поздравить Дуэйна Ирину Сережу Риту Я знаю, что они очень много сделали Вот Сережа сейчас говорил Что родители Я думаю, для них это очень большое В жизни событие Что вы вместе соединяетесь И они много предложили усилий Чтобы все это было Все это получилось Красиво Все было Андрей, ты не знаешь Как по-белорусски будет Андрей? Андруша Это мне так Папа называет иногда Так, чтобы ты знал Сейчас вот Антон говорил Насчет любви Я думаю, что вы достигли Ну, не той любви Но Бог вам дал любовь И вы Полюбили друг друга Это большое чувство Это Даже в песне поется Частица рая на планете Любовь И Часто любовь сравнивают с водой Вот у вас как бы Два ручейка маленьких И вы соединились Вода ваша перемешалась И перемешается И будет Вот интересное свойство Многие Про воду У нее много Свойств таких Которые Вода все поглощает Она перетирает камни Вроде мягкое На ощущения Но она перетирает Камни в песок Кинул камень Нету его Она растворяет Все практически Даже вот такие Иногда Мазута там разлилась Где-то в море Она вроде бы Как она соединиться А через какое-то время Молекулы воды Они растворяют Все это мазут И ничего не остается И Вода Сейчас ваша вот Речка Она будет Бежать Если у вас будут дети Она будет еще больше Вот мы когда-то тоже женились Два маленьких ручейка Потом дети Потом внуки Сейчас у наших детей Уже свои большие речки идут И Вода вот еще интересно Что она должна течь Вы знаете У нас вот где мы жили В Казахстане У нас там большое озеро есть Называлось Балхаш Она почти 600 километров тянется И в чем интересно Она Половина соленая Половина Пресная вода И она не мешается И думаешь Какое-то такое Аномальное явление Ну а фактически Это даже Балхаш Это по-казахски Обозначает непроточное Туда очень много рек стекает Особенно в той половине Где пресная вода Но ни одной речки не выходит с нее Все испаряется Жара Поэтому ваша любовь Она тоже так же Вода Может быть Если будет холодно Сильно Она может замерзнуть Если будет сильно жарко Она Может испариться Поэтому всю жизнь Берегите свою любовь Наслажайтесь Жизнь друг с другом Бог да поможет вам Пожалуйста Все В семье Большая пчелок Вы сейчас ваше пение Пожалуйста Можете проходить Все деток своих берите И вы будете сейчас Свою песню петь Знаете Я вот в этой семье Шесть лет уже нахожусь Что мне очень бросилось Пока вы все выходите В глаза Мне очень понравилось Что Эта семья очень дружная И Это традиционное пение Такое Которое Поет на Эта семья Она постоянно пополняется Слава Богу Добро пожаловать Андрей Стефани Тебя Уже Хотя Хотя Вы будете носить фамилию Твою Андрей Ну Сам ты понимаешь Я так на таком же счету здесь Но очень мне нравится Это качество Что вы Очень дружные семьи Что вместе Вот Среди года Постоянно Все вместе собираются Особо Собираются Женщины Молятся Нужды Благодарности Почти каждую неделю Если не ошибаюсь Я думаю Это очень хороший урок Для многих из нас И Вот пожалуйста Для вас пение Теперь она уже звучит Именно на ваш Для вас На вашей именно свадьбе Счастья в жизни вам желаем Спутник в этом доброта Ждав Господь благословит И пусть в сердцах у вас горит Любви чудесной красота Пусть украшает Всю вашу жизнь доброта Всегда сияет От сердца красота Пусть украшает Всю вашу жизнь доброта Всегда сияет От сердца красота Много есть чудес на свете Счастье будет лишь одно С добротой Кто друга встретит Кто в плечах других Заметит Кем-то станет Завод Пусть украшает Всю вашу жизнь доброта Всю вашу жизнь доброта Всегда сияет От сердца красота Пусть украшает Всю вашу жизнь доброта Всегда сияет От сердца красота Субтитры создавал DimaTorzok Пусть украшает всю вашу жизнь доброта, Всегда сияет от сердца красота. Спасибо большое. Вы можете садиться. Бабушка Зина, девушка Даник, останьтесь. Пока вы пользуясь таким моментом, вы можете оставить пожелания своим внукам. И приготовьтесь, Анжела Сологорник, ваше пение после выступления бабушки и девушки. Стефочка и Андрюша. Вот до того радуется сердце, что мы дожили до этого времени. И видим вас, Стефанька. Ты такая мне дорогая. Я тебя так, деточка, люблю. Ты знаешь, что я всегда за тебя так беспокоилась. И слава Господу, что ты сейчас стоишь на этом месте. Деточка моя, жизнь трудная. Все встретится на пути. Ну, знаете, при всякой жизни можно идти, если только взывать к Господу. Мы прошли вот уже 54-55 лет, вот уже будет. В жизни все встречалось. Но главное, нужно уступать друг другу. Где-то нужно прощать. И много прощать друг другу. Поэтому и семья сохраняется. И детки, слава Богу, растут. Желаем вам и, Андрушенька, тебе. Я вижу, ты хороший пап. Заботливый такой. Я тебя много заметила у тебя хорошего. Так что мы рады этому. Счастья вам в дороге. Я тоже поздравляю вас. Очень рад. Все нормально. Все должны жениться, замуж выходить. И самое главное, в жизни много надо друг другу прощать. Это самое главное. Все. До свидания. Спасибо большое. Пока Анжела выходит со своим пением. Вы знаете, я вот так думал недавно. Авраам, да? Отец всех евреев. Знал ли он тогда, когда приносил в жертву сына своего Исаака, что он будет отцом всех народов? Он как бы знал теоретически, но это еще вообще ему было так далеко для понимания. Я вот удивляюсь вот с этой семьи большой пчелок. Это же вот корень даже. Вот вы слышали пожелания. Уже старенькие такие, бабушка с дедушкой. Но сколько опыта за спиной. Вот как они говорят, уступать надо, прощать. Вот большой пример, большая проповедь. Даже вот это пение, эта вот дружность такая. Спасибо вам большое, бабушка с дедушкой. Мы вас тоже очень любим. Вы когда-то будете бабушкой с дедушкой. Дай Бог, чтобы у вас такая была большая семья. Пусть будет дом ваш полон хлеба. Пусть будет, как устроит Бог. Вы будьте отражением неба. И помните, Бог есть любовь. Он есть начало и причина. Все от Него и все к Нему. Вы будьте во Христе едины. Покорны Богу одному. Он есть начало и причина. Все от Него и все к Нему. Вы будьте во Христе едины. Покорны Богу одному. Пусть счастьем светится улыбка. Пусть миром славится ваш дом. А в океане жизни зыбка. Пусть счастьем. Пустьול, чтобы устроить нет Psycho 좀 дня. Сергей, живет Богу славит. Он есть начало и причина. Все от Него и все к Нему. Вы будьте во Христе едины. Покорны Богу одному. Я пожелаю только счастья В надежде, вере и любви. Но в жизни есть и дни ненастья, Бог да поможет все пройти. Он есть начало и причина, Все от Него и все к Нему. Вы будьте во Христе едины, Покорны Богу одному. Он есть начало и причина, Все от Него и все к Нему. Вы будьте во Христе едины, Покорны Богу одному. Спасибо большое. Кирилл с Катей, Виталик с Юлией, пожалуйста. Ваше время. Вы уже имеете немаленький опыт. С высоты ваших лет, пожалуйста, Оставьте пожелания, практическое применение. И мы будем очень рады видеть вас. Кстати, кто знает, какая теперь нынешняя фамилия Стефани? Кто знает? Кроме папы, невесты, кто знает еще? Стефани, ты в курсе, что у тебя фамилия изменилась? Хорошо, а кто знает? Вот я хочу дойти, докопаться, пока наши молодые выходят. Выходите, выходите. Да, так кто знает, это фамилия. Сережа, как у Стефани теперь фамилия? Что? Как фамилия у твоей сестры? Самой младшей, ну, старше тебя, но младшей в вашей семье. Saint Hours. Saint Hours. Кто знает, что это означает? Давайте папа, правильно. Папа тебе, Андрей. Помянусь. Святой медведь. Это французская фамилия. Спасибо. Я знаю, что вы любите стоять. Я вам дам время, а потом поговорим об этой фамилии. Андрей, Стефани. Мы хотим с женой моей поздравить. Она сейчас не здесь, но я думаю, она это... This is coming from her too. I think you know my wife, Кейт. Мы хотели поздравить. Во-первых, я просто хочу два стиха прочитать. К Ефесянам 4, 2 и 3. Со всяким смиринным мудрием и кротостью и долготерпением снисходят друг к другу любовью, стараясь сохранить единство Духа в союзе мира. Это очень много как бы... Оно очень много значит, но я по своей как бы... Ну, вспоминаю свою свадьбу, много чего не помню. Но я хочу вам сказать, что этот стих очень много значит. И я как бы перевел по-своему, взяв многие пожелания вместе, я по-своему перевел это так. Это когда ты любишь Бога сам, и жена тоже любит Бога. Оно легче любить друг друга. Наше пожелание такое. Если ты ближе к Богу, ты будешь ближе вместе. Аминь. Моя Бог благословит тебя, и мы счастливы с тобой. Это моя жена тоже там с ребенком. Ну, она мне поручила, чтобы я сюда вышел. Это кто-то не знает, Стефа – это сестра жены моей. И для нас Стефа, она как дочка тоже нам. Потому что куда мы едем, она всегда с нами едет. Куда мы... Там мы ходим во Флориду на vacation, она с нами всегда везде ездит. Пару раз уже ездила. И Андрей, когда приезжает сюда, он у нас спит, точует у нас, тоже как наш сын. Так что мы почти как родители. Я хотел бы вам пожелать... Исход, 20 глава, 2 стих. Я Господь, Бог Твой, Который вывел Тебя из земли гипетской, из дома рабства, да не будет у Тебя других богов пред лицом моим. Я просто хотел вам пожелать, чтобы вы среди всей суетой, работой, колледжу, Стефани, вот, что у вас будет в жизни, всегда вы не забывали, что Бог, Он Бог ваш. Вы дети Его. И чтобы вы всегда Ему служили, где вы находитесь. И просто иногда среди суетой, с работой, там, с курортами, разными такими вещами, мы иногда забываем, кто мы такие есть. И чтобы вы всегда помнили, что Бог, Он всегда смотрит на вас, и чтобы вы других богов не ставили пред Ним. Аминь. Папа Виталик. Мы сейчас давайте с вами поиграем в игру. Я думаю, что мы Андрея хорошо знаем, вот Стефани мы плоховато знаем, да? Я говорю, мы здесь все присутствующие больше знаем Андрея, чем Стефани. Правильно я говорю? Ну, Мэйн кивает головами. А вот мы нет, мы Андрея меньше знаем. Поэтому давайте, я просил заранее жениха с невестой. Я вам буду сейчас задавать вопросы. А жених с невестой уже ответили. И сейчас посмотрим, как вы хорошо знаете. Вы Мэйн, Стефани, а мы Андрея. Вашего, но уже нашего. Хорошо? Итак, первый вопрос мне такой. Как вы думаете, сколько детей мечтают иметь, молодые? Вот допустим, сколько думает иметь детей Стефани? Вот ваш что, Мэйн. Как вы думаете? Пять. Вы на правильном пути пять. А если точнее, сколько мальчиков, сколько девочек? Пять это правильное число? Три девочки, два мальчика. Три и два. Будем точнее, очень, очень close. Две девочки, и три мальчика. А насчет Андрея, кто знает? Ну давайте, мама с папой. Как вы думаете? Сколько детей? Сколько детей? А, Стефани мечтает. Десять. То есть, я извиняюсь, Стефани сказал, три и два. А теперь Андрей. Андрей сказал, что очень скромно, просто три мальчика. Его устраивает. Хорошо. Андрюша, ты молодец. Три мальчика. Я сам знаю по себе, мальчики, это очень хорошо. И девочки. Вот у меня третья девочка, я, конечно, очень рад. Ну, слава Богу, и мальчики. Это, это очень благословение. В общем, кого Бог даст. Ну, открывайте свои желания перед Богом, правда же? Хорошо. Как, кто знает, как зовут родителей жениха? Я слышу тише у нас, но все равно. Давайте мы узнаем, так, вы с Мэйной, да? Давайте тогда родители жених, невесты. Ира и Дуэйн Сентауэрс. Хорошо. Это родители жениха. А кто знает родителей невесты? Не знаю. Я тебе открою секрет. Папа зовут дядя Сергей. И он тоже мой дядя. И тетя Рита. Хорошо? Итак, на какой машине ездит Андрей? Кто знает? Жанна, давай ты. Трук, Форд. Форд, точнее. Кто знает, точнее? 250. 250. 250? Да? Объем, кто знает? 7.3. 6.0. Уже, это новее, да? Чем 7.3, это 6.0, это новее, да, уже? Вот, Андрюша, он ездит на Форда. Ну, я знаю, что пчелки наши, дядь Владик ездил на Форде. Вы сейчас тоже на Форде? На Форде. Вот, есть мой папа Андрей, тоже на Форде. И даже я на Форде. Но у меня только Вэнд. Хорошо, 6.0. Я как-то, кстати, Андрея спрашивал недавно, говорю, Андрей, вот хочу себе машину купить. И говорил ему, намекал, говорю, может, Шевролета? Он говорит, не, лучше Форда, да, бери. Ну, судя по тому, что там на роторе стоит и Форд, и Шевролет, то вот после этого я уже затрудняюсь. Потому что ты сам даже выбрал Шевролета. Ну, в общем, Андрюша любит ездить на Форде. А кто знает, на кого учится невеста? Давайте, пожалуйста, вот этот стол. Для разнообразия. Кто знает? А? Кто-нибудь знает, на кого учится невеста? Давай, Логопед. Правильно. Тут такие длинные слова. Speech, Language Assistant. Я спрашиваю, у мамы невесты. А что это? А мы просто говорим, Логопед. Хорошо. Уже прозвучало, где я буду жить молодой? Ну, ты, брат, точно знаешь, где будут жить молодой? Мейн. Мейн, конечно, Мейн, да? Молодец. Что любит Андрюша? Покушать. Кто знает? А? Драдики. Кстати, да, знаете, что написал Андрей? Андрей написал, что он любит фрайд потейтос. А Стефани сказала, что он еще к фрайд потейтос любит стейки. Андрюша, я знаю, что многие любят стейки. Вот, дядя Владик, дядя Сергей, твой папа, очень хорошо готовит стейки. И мы тоже любим стейки. Так что, зовите на стейки. Сколько сестер и братьев у невесты? Кто знает? Мейн? Так, кто самый шумный? Пока не... У Стефани... Вот с чего надо было начинать наши свадьбы. Итак, кто знает? Вот во что? Выручайте меня. Ты знаешь, сколько у Стефани сестер? Две сестры. Две сестры и два брата, да? Один. Один. Один брат. А мне кажется, у них больше. Нет? Они меня уже обратили. А Виталий, как Ирюша, тоже братья, да? Ну, вы правильно ответили. Ну, это тоже братья ваши. Ибо только я знаю о вас намерения, какие имею. Намерения во благо, а не на зло. Чей это любимый стих? Это Стефани любимый стих. Вы знаете, я еще не был женат, я сидел там в коридоре, и мне так грустно было, на служении сидел, так и вот, и там высвечивались слова, мы пели песню. Я себе словил на мысли, что мне так тяжело как-то вот, духовно было. И я так говорю, Господи, ну, что мне не хватает, почему так? И я словил себя на мысли, что я смотрю на экран и пою песню и задаю вопрос. А там такие слова. Пусть неизвестно мне, куда иду я, но я спокоен, путь мой знаешь ты. Вы знаете, я сам пел эти песни и размышлял, переживал о чем-то, думал, и я даже не ориентировался что я пою песню, мне Господь с моими словами уже, я сам их пою, и Он мне уже отвечает. И когда я опомнился, мне это так подкрепило, мне такой был духовный подъем. Бог был настолько близок ко мне, я так в своих вот этих переживаниях думал, что Он так далеко от меня. Вы знаете, когда я этот стих услышал от тебя, Стефани, я сразу вспомнил вот этот момент в своей жизни, когда я пел песню, и Господь мне говорил, а я его просто не слышал. Я так рад был, что Он мне проговорил через это пение. Вы знаете, я думаю, что это действительно большое чудо, что вы здесь. Молодежь, я хочу вам обратиться. Вот это вот, то, что мы видим каждый год, и так часто, и так часто, может, когда нас приглашают, и мы можем поехать на свои дела и что-то делать, мы же так привыкли к этому, но это действительно чудо. Вы представляете себе, что вот вы, молодые, сколько времени вы закрывали, может быть, свою комнату и в глубине своего сердца говорили, Господи, кто Он, кто Она, а теперь вы так легко сидите и уже твердо знаете, сколько, может быть, времени родители не спали, аппетит у них пропадал, советовали что-то вам и говорили, Господи, кто Он, а сегодня вы знаете. Сегодня это так хорошо и так приятно, так вроде бы просто, и понятно волю Божию, но было время, когда мы не знали этого, слава Господу, ибо только я знаю вас, намерения, и они обязательно будут во благо, если мы дети Божии. Ну что, Андрей и Стефани, мы рады, что вот этот день настал в вашей жизни, этот день радостный, он ваш день, знаете, и хотелось бы, чтобы вот такая радость, да, продолжалась всю вашу жизнь, чтобы не было, знаете, каких-то брачных туч в вашей жизни. Мы рады, что вот этот день такой, и погода хорошая, как-то приятный такой день, мы благодарны. И еще получилось так, что в этот день как раз у нас совпало с вашим днем свадьба тоже. И в этот день же 29-го у нас была свадьба, 28-го, извиняюсь, 28-го была свадьба, и как раз время очень быстро летит. Знаете, вот незаметно вроде бы прошло столько времени, и если вы будете любить друг друга, незаметно пройдут года, знаете. Вот Бог создал так человека, что он проходит какие-то этапы жизни, проходит детство, юность, и потом вот эта прекрасная пора, когда встречаются молодой парень и девушка, и женятся, и создают семью. Знаете, вот с этой порой начинается у вас другая жизнь. До этого родители за вас беспокоились, там что-то покупали, там вместе как-то, а вот с этого часа, знаете, детство ушло. Оно уйдет, вы будете сами все заботы возлагать, будете на себя, знаете, то есть вы будете все заботы ваши решать. И мы хотели бы вот вам пожелание спеть «В синее небо птенцы взлетят», где гнездышко наше уютное. «В синее небо птенцы взлетят, крылья крепнут у них, и над землей долго так кружат грустную песнь поют. Гнездышко наше уютное, «Милое детство, прощай, в жизни как что-то приятное будем тебя вспоминать». Детство прошло, как стрела, как звук, больше его не вернешь. В детстве мечтаешь, чтоб взрослым стать, вырасти все поймешь. Милые детские радости, детские слезы и смех, детская вера и опыты цены теперь для всех. В жизни со мною останется то, что учила нас мать. В трудных вопросах нам сладостна Богу всегда взывай. Боже, даруй же нам мудрости, жизнь свою так здесь прожить, чтобы с тобою быть в вечности, звездный венец получить. Боже, даруй же нам мудрости, жизнь свою так здесь прожить, чтобы с тобою быть в вечности, звездный венец получить. Дядя Виталик, достигайте любви. Вы уже говорили? Помогите мне. Что вы думаете практически? Кстати, я сейчас даже скажу, вы мне очень хорошую фразу сказали. Вы сказали, просто любите, просто любите каждый день. Это можно отнести к гряду, достигать любви? Ну, я думаю, можно. Вы знаете, вот слышал одну фразу такую, она звучит так. Молодые люди, это два человека, два эгоиста, начинают жить вместе. Знаете, вот так и получается. Один жил для себя, другой жил для себя, как говорится. А потом соединяют свою жизнь и начинают жить друг для друга. Знаете, нелегкий период. Вот как-то вот получается. Когда любит, вот именно когда любовь, она помогает этот период переходить, потому что люди жили совсем другой жизнью. Потом, когда вместе они соединяются, они начинают жить не для себя уже, а для того, кого любит. Спасибо большое. Как-то я слышу такой пример. Дружки, готовьтесь, ваше пожелание сейчас будет. Вот муж с женой любит друг друга, но жена привыкла, что когда муж выходит с ванной, он должен именно так слаживать полотенце, а муж так привык делать. И вот на ровном месте, казалось бы, полотенце преградило им дорогу. Вот так складывать, жена говорит, а муж говорит, нет, вот так складывать. Казалось бы, ну я же люблю этого человека, и этого вроде достаточно. Вот насколько мы привыкли друг к другу, вот действительно, как Дарья говорит, мы как эгоисты часто. Мы думаем, что если я люблю этого достаточно, а вот именно когда я люблю, тогда я буду готов на эту жертву. И сейчас, пожалуйста, теперь мы перенесемся на тот момент, когда вы еще сидели дружками, и вы много говорили. Знаете, один человек так говорил, что мне друг так научился, эту фразу. Он говорит, что когда один молодой человек еще не был женат, то он ходил и преподавал, как надо воспитывать детей. Когда он начал, уже женился, он перестал это делать. Когда у него дети появились, он уже сам начал ходить на эти курсы. Но я думаю, это хорошо, когда мы говорим пожелания, а сейчас с вас, пожалуйста, что вы думаете? Пожалуйста, Жанна скажет пожелания, и кто-то от вас, дружки. Если вы хотите, девчата, это тоже можете присоединиться. Дорогие Андрей и Стефани, я хочу вас также поздравить на этом прекрасном вашем днем. И, конечно, я Андрея так сильно не знаю, но Стефан, моя дверьная сестра, и Андрей, я знаю, что у тебя будет с ней все просто счастливо, потому что она замечательная. Она заботливая, мир и радостная, и она очень вкусно умеет печь. Это хорошо. Недавно я в интернете прочитала один такой пример, который показывал пример, как одни и те же обстоятельства могут повлиять на тот или другой предмет. предмет. Например, кипящая вода, она может сделать твердую картофель очень-очень мягким, но та же самая кипящая вода может сделать жидким яйцом очень-очень твердым. И чем дольше они будут в этой воде, тем мягче становится это картофель, и чем твердее, твердым становится яйцо. И это не зависит от обстоятельств, но это зависит от из чего мы сделаны. И хотела, и чем больше вы будете находиться в Писании, в Слове Божьем, в общении с Ним, любые обстоятельства вас будут размягчать. И я хочу пожелать вам, чтобы вы каких-либо обстоятельствах были, чтобы вы обращались к Богу, были счастливы, и пусть Господь вас благословит. Аминь. Аллах. Okay. Andrew and Stephanie. Congrats on the big day. A verse from Matthew. Ищите бреже царство и все остальное приложиться. I think if in your new life, you guys, if your foundation is Jesus and you focus your life around him, that everything will be good. Congratulations. Ну, хотя бы представьтесь, дружки, дружки, кем вы являетесь остальные. Спасибо большое за пожелание. Хотя бы познакомиться нам. Роман. Роман. Andrew's brother. Спасибо. А еще кто? Богдан. Брат. Три брата. А с этой стороны? Я Вадим. Вадим. Дружок. 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 Хорошо. А сестер? Магдалина. Магдалина. Подружка. Жанна, двоедная сестра. Сестра. Сестра, да? Ну, слава Богу. Все мы одна семья. Пожалуйста, Юра Мещеряков, твое пение и приготовиться Тиморусок с твоей семьей. Андрей и Степп, мы также с Жанелей поздравляем вас с этим радостным днем для вас. Поздравляем и родителей ваших. И вот сейчас только говорили, как Стефа говорит, хочет, что две дочки и три сына, да? Ты только сыновьями удоволен был бы. Но я был как ты, Янелий сказал. Сначала мне сыновей. А потом, когда родилась у меня дочка, мнение быстро поменялось. Ты посмотришь. Дочке это очень хорошо. Мимо текла, текла река, плыли куда-то облака. Шел человек, была дорога нелегка, да нелегка. И человек мечтал о том, что он построит где-то дом и поселится счастье с ним в доме одном, в доме одном. И человек мечтал о том, что он построит где-то дом и поселится счастье с ним в доме одном. Часто бывало, уставал, но неизменно напевал песню любимую свою. Ту, что пою, ту, что пою, дом, как известно, всем давно. Это не стены, и окно, даже не стулья со столом. Это не дом, это не дом, дом, как известно, всем давно. Это не стены, и окно, даже не стулья со столом. это не дом. Это не дом. дом, как известно, и окно, и окно, и окно, и окно, дом, как известно, забудешь о плохом. Это твой дом, это твой дом. Дом, это там, где вас поймут, там, где надеются и ждут, там, где забудешь, о плохом, это твой дом. за облаками выше нет, есть новый дом, тебе и мне, дом, приготовленный отцом, чтобы жить днем, чтобы жить днем. Но, чтобы в этом доме жить, нужно в сердцах своих хранить мир и тепло, любовь и свет, вечный завет, вечный завет. Но, чтобы в этом доме жить, нужно в сердцах своих хранить мир и тепло, любовь и свет, вечный завет. Слава Богу! Слава Богу! В общем, получилось так, что в конце жизни уже 70 лет с лишним люди уже были в возрасте и сидели они за столом и как-то дедушка говорит, можно я сегодня, говорит, скушаю корочку хлеба. Я всю жизнь тебе давал эти корочки хлеба, я так хотел мякушку кушать, а бабушка говорит, а я всегда ее брала и ела, думала, что ты ее не хочешь. Я всегда любил мякушку, в общем, получилось, что они друг друга всю жизнь вот так вот уступали друг другу, и вот достигая любви в конце жизни, вот у нас теперь, когда что-то получается, так мы так говорим, вот корочка хлеба. Спасибо большое. Мы рады очень у вас быть. Много друзей в зале, мы вас всех рады видеть. Прошло время, знаете, время так быстро летит, встречаешь старых друзей, у того уже двое, у кого трое детей, знаете. Время пролетит, и у вас, мы вот как будто вчера женились, уже почти 7 лет, Бог благословляет и нашу семью, уже поем больше с семьей, куда едем, в машине поем, пытаемся дома петь, когда вместе на молитву собираемся, что-то спеть. Приятно, когда дети говорят, папа, давай поем, знаете, папа иногда забывает петь, а дети напоминают. Я хотел вам пожелание поставить, оставить такое маленькое пожелание, чтобы вы не забывали делать семьей добро. Вы знаете, вы родились в очень хороших семьях, я знаю, как одна семья, так и вторая, много добра сделали для других людей. Недавно в Мэйне мы были, у Дуэна с Ирой. Мы видим, как семьи живут, да, и не надо много говорить, кто сколько добра делает. И часто люди притворно делают, а приятно смотреть, когда люди искренне делают, передают ту любовь, которую они получили другим людям. Я, знаете, вспоминаю свою маму, которая не могла пройти мимо больных коллег. Я помню, у нас всегда цыгане приходили, они даже говорили сразу, девочка 5 лет, мальчик 2 года, они знали, что приходят, мама что-то им найдет. Вот они уже приходили с расценками. Я вот заметил, недавно пошли в зоопарк с детьми, и дети бегают, играются, смотрят на зверей, и я повернулся и стою, вот, отец везет дочку на инвалидной коляске. Я потом, знаете, я себе задал вопрос, почему у меня постоянно вот эти люди, как бы, я обращаю на них внимание. А потому что мне передали родители вот это, я не могу так жить. Я уверен, что вам родители передали очень много доброго, вложили вас. Не заглушите в своей жизни, просто делайте то, что вас родители научили. Делайте добро вашей семьей. Мы споем с семьей песню, которую мы очень много в последнее время поем. Это песня о маленьком кораблике, который плывет, и говорится о том, что хорошо, что у нас есть Иисус, наш лучший друг, который является капитаном. Вы отправляйтесь сегодня в путешествие, в плавание. Возьмите Иисуса Христа вашим капитаном. Это наше пожелание. Тонкая мачта, флаг на ветру, полоску и лес плавил. Плавимый корабль, к чужым островам, к земным, неведомым, дальним. Всегда со мною друг, мой верный друг, со мной везде. Он никогда не предаст, руку подаст беде. Всегда со мной Иисус. Я не боюсь ни бури, ни грозь. Он знает меня, любит меня Христос. Друга нашел я всегда, он со мной. Меня не пугает ветер. Друг мой поможет, ты будешь в том. Мой друг самый лучший на свете. Всегда со мною друг, мой верный друг, со мной везде. Он никогда не предаст, руку подаст беде. Всегда со мной Иисус. Я не боюсь ни бури, ни грозь. Он знает меня, любит меня Христос. В мир необъятный, неведомых стран, корабль мой, как птица, летит. Иисус. Да мне жизнь бесконечную даль, и много друзей на пути. Всегда со мною друг, мой верный друг, со мной везде. Он никогда не предаст, руку подаст беде. Всегда со мною Иисус. Я не боюсь ни бури, ни грозь. Он знает меня, любит меня Христос. Всегда со мною друг, мой верный друг, со мной везде. Он никогда не предаст, руку подаст беде. Всегда со мной Иисус. Я не боюсь ни бури, ни грозь. Он знает меня, любит меня Христос. Поздравляем, пусть Бог благословит вашу семью. Пока Стас выходит, двоюродный брат, невеста. Тима, мне тоже хотелось небольшое пожелание вам оставить. Вы знаете, когда вы поете, я думаю, это большая проповедь для многих. Вы уже столько лет поете. Но если вы это сохраните с детьми, это будет еще больше проповедь. Пусть вас Бог благословит. Когда вырастут ваши детки, дай Бог благословения вашей семье. И приготовится потом после этого Рома со своей группой музыкальной после Стаса. А потом Тима Пчелкова. Стефани, Андрю. Вы можете сесть. Я ничего такого. Я простые люди. Мы тоже вам желаем радости, счастья, любви. Ну, как и все. Но сегодня как бы тема вечера, как возрастать в любви. Мне кажется, это невозможно возрастать, не возрастая в Господе. Вы как лесенка на обоих сторон. И чем ближе вы к Господу, чем ближе вы друг к другу становитесь. Ну, как бы мне тетя Рита позвонила, сказала, чтобы пожелания оставить. Я сказал, тетя Рит, я молодой еще, какой у меня здесь. Нету никакого опыта. Есть столько старших людей. Ну, тетя Рита сказала, таких тоже надо. Ну, так что короткое такое пожелание от нашей семьи. Знаете, вот когда Авраам вышел с Египта и… Я извиняюсь сейчас. Ну, когда он вышел с Египта, у них скот много размножился. И до тех пор размножился, что не хватало земли на всех. И у Авраама и Лота, их пастухи даже начали ссориться. И Авраам, видя этот, обращается к Лоту и говорит. «Давай мы не будем ссориться». А почему? И там написано, потому что мы родственники. И вот он обращается и показывает всю землю Лота и говорит. Вот ты выбирай, куда ты пойдешь, я в другую сторону. И вот как-то, читая это, смотря на это, вот Лот, то есть Авраам, он как-то мог оценить семью. Что такое есть семья? Я не знаю, как у вас, но вот у меня родители всегда учили, что семья – это самое то, что близкое у вас есть. Просто хотелось такое напоминание вам оставить, не то, что пожелание. Всегда это оценить. У вас сейчас размножилась семья, у вас два папы, две мамы, намного больше братьев, сестер. Просто помните, что они всегда готовы вам отдать самое драгоценное. Ну и вы также растите в этом. Благословения вам. Спасибо большое. Рома, ты можешь выходить со своей группой в ваше коронное выступление. А где вы, Рома? Пока готовиться, я хотел небольшое такое отступление. Как Стас сказал, я лично тоже всегда про это думал. Вот свои братья двоюродные, у меня тоже так сердце-то близко было, что это мои самые лучшие должны быть друзья. Вот когда я женился на Оле, когда мы с ней разговаривали, я сразу это заметил, что для нее это всегда их так родители учили. Я думаю, очень хорошо будет молодые, если вы так же продолжите, чтобы ваши казны, родные, братья, сестры, это были самые большие друзья. Вы готовы? И это я вижу как нелегко, но это стоит того. На самом деле, вот родня, это, мне кажется, это самые близкие друзья. Конечно, если много других друзей, ну, не надо забывать про своих родных. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Только память может этот день хранить Этот день, этот день, ты запомни на годах Словно снег, словно снег, твоя белая фото Жизнь идет, жизнь летит и назад не возвратить Только память может этот день хранить Этот день, ты запомни на годах Словно снег, твоя белая фото Жизнь идет, жизнь летит и назад не возвратить Только память может этот день хранить Только память может этот день хранить Только память может этот день хранить Словно снег, твоя белая фото Желаем вам Божьего благословения в вашей семейной жизни Чтобы Господь благословил вас, ваших детей И всегда Господь будет И хотелось бы вам короткое пожелание оставить Это с Ветхого Завета в книге Левита, 10 главе Если вы помните эту историю Здесь идет оповествование о том, как Как священники должны были совершать свое служение Если вы помните, там история, когда сыны Ароновы приносили жертву И они принесли жертву неправильно, не так, как Господь хотел И они принесли чуждый огонь перед Господом И Господь их поразил на месте И, конечно, Арону было сложно видеть это Но когда Моисей с ним разговаривал И Моисей ему сказал такие слова Он ему напомнил, какая роль была у священника в то время И он говорит им 10 главе, он говорит Это вечное постановление в роды ваши Чтобы вы могли отличать священное от несвященного И нечистое от чистого И научать сынов Израилев всех уставам И знаете, на протяжении Старого Ветхого Завета Несколько раз упоминается роль священников Чтобы учить народ отличать священное от несвященного Чтобы люди, чтобы израильский народ Они могли отличать, где чистое и где нечистое Знаете, мы с вами сегодня в таком времени живем Где различать или видеть эту разницу Между священным и несвященным бывает очень сложно И знаете, часто разговаривая с пожилыми людьми Я не раз слышал, как бабушки, дедушки говорили Что сегодня молодым людям в наше время намного сложнее Именно духовно, чем им было, когда они были молодые Почему? Потому что лет 50-100 назад Очень легко было определить человека святого от несвященного Очень легко было определить христианина от нехристианина Сегодня границы уже настолько размыты Что трудно определить, где черное, где белое Потому что все серым кажется И знаете, сегодня если спросить у людей на улице Наверное, каждый второй или третий человек Считает себя христианином или верующим человеком И поэтому наше пожелание, чтобы вы просили у Господа мудрости Чтобы различать между священным и несвященным Чтобы мы могли определять, где чистое, где нечистое Во всем, что вы будете делать Во всех сферах вашей жизни В работе, в учебе, может быть В ваших хобби или, может быть, в служении даже вашем Чтобы Господь давал вам мудрость И разделять между священным и несвященным И чтобы не делать компромиссы И не устраивать именно то, что мир хочет видеть Но чтобы вы всегда узнавали то, что Господь хочет от вашей семьи Пусть Господь вас благословит Мы вас поздравляем Спасибо большое Пока папа и мама выходят И будет пожелание вам оставлять Просто хотел пару слов Тима говорит Отличайте духовное от недуховного Достигайте любви С его слов я так понимаю Это бойтесь Бога И тогда у вас будет больше понимания Что значит духовное, а что недуховное Когда вы будете бояться Бога Сейчас, пожалуйста, минуточку внимания Сейчас самое основное у нас В заключении уже наберемся терпения Наши дорогие мамы и папы оставят пожелания First thing, we want to congratulate you We're very excited about your new family We've been praying for you for a long time Okay I promised I wasn't going to cry Okay The Bible verse that we have It's Ephesians chapter 4, verse 32 It says And be kind one to another Tenderhearted Forgiving one another Even as God, for Christ's sake, has forgiven you One thing I learned After a couple years of being married That we needed to forgive each other If we have issues We have problems in our family We need to forgive each other We're going to remember that God forgive us We need to forgive each other If you keep that God first and foremost And forgive each other You'll have a great marriage Amen 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 Я присоединяюсь к пожеланию Моего мужа, вашего папы Мое пожелание Один человек много лет назад сказал Его имя Иисус нами он сказал А я и думаю будем служить Господу Я хочу, чтобы вы И в это время также твердо могли сказать, в любой ситуации, а я и думаю, будем служить Господу каждый день. Аминь. Степани, Андрей, я вас поздравляю. Рада за вас. Пусть Господь благословит вас, пошлет вам хорошую жизнь. Вот Господь пусть будет вашим пастырем. Мы будем скучать, приезжайте. Ну все, попал микрофон ко мне. Сваты у меня кратко говорят. Это хорошо. Жена расчувствовалась. Ну, сейчас я оторвусь. Ну, Степани. Я тоже обещал, что плакать не буду, но могу нарушить это обещание, поэтому не зайдите ко мне, доча. Два года назад, да, она мне говорит, пап, я тебе хочу сказать. Сердце ёкнуло. Ну, ладно, говорит, тут есть мальчик один, но он не здесь. Я говорю, а где? В Мэйне. Я говорю, показывай фотографию. Она мне показала. Ну, нормально, прошел. В общем, дал ей, как говорится, добро. И все это. Ну, интересно, потом Андрюша приехал, текстанул мне, по-моему. Хочу на ланч позвать. Я думаю, ну, точно что-то задумал. Такое, потому что у меня и мои зитья первые, и Кирилл, и Виталик, они меня всегда куда-то звали, а потом вот получилось вот такое. Виталик в Данкин Донатси мне объявил, что хочет Юлю забрать. А Кирилл тоже где-то уже подзабыл, но тоже сказал. А Андрей, он меня позвал в суши-плейс, и вот мы там в суши он мне преподнес. Ну, в общем-то, нельзя было не сказать нет. Ну, и вот, что из этого получилось. Ну, ты, конечно, последняя девочка, моя бейбечка. Мы с мамой очень хотели мальчика тогда, но почему-то родилась ты. Ну, и слава Богу, что ты родилась. Ты очень хорошая дочка, послушная. Вот, не было с тобой проблем никаких. Слава Богу. Слава Богу, что он дал мудрости тебя вот так воспитать. Теперь ты создаешь свою семью. Я тебе хочу сказать, что чему мы тебя учили, чему мама вот твоя, самая лучшая, наверное, мама, самая лучшая жена в мире, которую только можно было найти, она мне попалась. Вот то, что она тебе передала, то ты в своей семье это делай. Хорошо? С Андрюшей мы тоже очень сдружились. у нас общие интересы, траки там, и охоту он тоже любит, к оружию хорошо относится. Ну, в общем, достойный член семьи. Андрюша, приезжайте в гости, но мы будем к вам приезжать, иногда даже без звонка можем нагрянуть, так что рассчитывайте на это. Я вам сегодня утром оставлял пожелание вот это из книги «Чистил» из шестой главы, как было сказано Моисею, как благословлять сынов Израилевых, поэтому и сейчас я вам тоже самое место оставляю пожелание. Пусть вас Господь благословит, мы за вас рады. Вот-вот сдержался, не заплакал. Слава Богу, всего вам самого хорошего, пусть вас Бог благословит. Почему? Потому что сейчас все дети хотят вам пару слов сказать. А в это время, пожалуйста, семья русалок, после этого вы можете, не могли бы вы сейчас спеть, я не вижу, кто у вас будет участвовать. Нету неба синего конца. Если вы еще здесь, пожалуйста, после этого пения ваше. Ссё. С�ё. Сё. Сё. Субтитры создавал DimaTorzok Пожалуйста, не уходите. Скажите пару слов пока наша группа еще подходит. Пожалуйста, русовики и семья, проходите, если вы готовы с пением. И мы уже будем заканчивать наше служение. А вы знаете, что вот этот стих, который пожелали мама с папой, теперь уже Стефани, что он висит у вас на стене, а я и дома будем служить Господу. Ну, как я знаю, то вот семья Стефани служит Господу. Я очень рад. Примерная такая семья и твоя, Андрей, семья, с некоторых небольших слов. Очень, слава Богу, мы благодарны за практическую такую жизнь. Пожалуйста, ваше время. Мы вас приветствуем, Андрей. И твое имя не Кристина сейчас. Стефани. Большое поздравление от всей нашей родни. Сейчас мы будем участвовать. Сначала будет, Эмилы заиграет и споем песню, называется «Нежность». Я хотел бы пожелание вам сказать, первое Коринфянам, 16-14, такой стих. «Все у вас да будет с любовью». Вот очень все просто. Небольшой пример. Была конференция для руководителя молодежи. И вот когда был обед, я помню такой случай. Много незнакомых людей было. Один человек из Калифорнии, вот первый раз я его видел, он сразу ко мне подходит и говорит, вот, брат, я не знаю, почему я именно к тебе иду, и ты меня не знаешь, наверное, больше не увидишь. Я из Калифорнии, пастор церкви. Говорит, я хочу небольшое пожелание тебе оставить. Вот ты семейный человек, просто такое пожелание, научись смиряться, когда ты прав. Говорит, все, вот это короткое пожелание, я пошел. Говорит, оно мне сильно помогло в жизни, пусть тебе поможет. Я тебе, Андрей, хочу тоже пожелание, особенно как мужу. Когда ты прав, вот тогда ты смиряйся, а не доказывай, что ты прав. Вот пусть эта песня про нежность, и потом мы будем вторую песню петь, так же будет вам пожелание. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Как солнце лук среди заоблачных миров Пусть никогда не угасает вас любовь Пусть никогда не угасает вас любовь Любовь прекрасна и любовь нежна Она спасителем с небес дана Как солнце лук среди заоблачных миров Пусть никогда не угасает вас любовь Любовь прекрасна и любовь нежна Она спасителем с небес дана Как солнце лук среди заоблачных миров Пусть никогда не угасает вас любовь Слава Богу, спасибо большое Мы уже почти приблизили к завершению У нас сейчас будет молитва Но до этого мы хотели бы Сережа мне поможет, пока я буду Поздравляю дядю Виталию, капчелку и тетю Юлю С вашим юбилеем Сколько вы лет провели вместе? 28 Пожалуйста, скромные такие поздравления от молодых вам Спасибо большое, что вы женились в этот день Через 28 лет Ваши племянники Они вас очень любят Поздравляем вас Спасибо большое Сейчас Сейчас я объявлю От учредителей пира Родителей жениха и невесты И от вас, молодые Всех тех людей, кого мы просим Кого просят родители И молодые, пожалуйста, после свадьбы Когда все это закончится После того, как дядя Игорь Кушнарь помолится Пожалуйста, вот эти люди Возьмите ваши букеты Каждый из них здесь Которые здесь букеты подписаны Найдите, пожалуйста Не постесняйте свое имя, фамилию И заберите букет Вот особо хотят поблагодарить Андрея Салая Пчелка Владика Дядя Владика Жанна Пчелка Юля Виталик Пчелка Это мы все дяди, тети Я пишу Мне легче, я просто говорю, кто Жанна, Веня, Тимаков Юра, Неля, Мещер Бабушка Зина Дедушка Даником Антон, Оля Катальников Оксана и Андрей Оксана и Андрей Тоня Чабанова Андрей Ионкин Наташа Петлякова Марина с Владиком Катальниковой Юля с Виталиком Давиденки Наташа Гаврилова Вероника Шокова Юрий Алиев Ирина Дуэйн Сейн Тауэрс О, я помню Кирилл с Катей Катальниковой Маги Катальниковой Джессика Стимой Гавриловой Алла Бунина И даже Тетя Рита Сергея Магибалова Тоже можете взять Мариам Ноздрина И Таня Манкин Пожалуйста Возьмите свои букеты После того, когда мы Закончим А сейчас Как пастора начинали Я думаю Вы сразу заметили Да, был чуть шум Как несколько пасторов Пожелания ставили Сразу, слава Богу Так утихли И сейчас для того, чтобы мы Всю эту пищу, которую мы приняли Хорошо у нас Она растворилась Переработалась Когда мы пойдем Пожалуйста Мы предоставляем слово Деде Игорю И он потом в конце И закончит После пожелания Дорогие Родные Мне очень понравилось Брат вышел И представил себя Дядя Стефани Дядя невесты Сейчас Я тоже хотел себя представить Дядя Андрея Для меня это очень приятно И Вы знаете Я еще не начал говорить Андрей Но я бы хотел Заранее попросить у тебя Прощения О том, что я скажу Но оно не всегда Но люди не всегда Улыбаются Вы знаете Много лет назад Ну как много лет назад Около 15 лет назад В Белоруссии В одном детском доме Ко мне подошла Девочка одна И она сказала Дяденька Расскажите мне Про Америку Ну между прочим Она Тоже здесь находится Эта девочка Выросла Тоже уже замуж вышла Я не знал Что ей рассказать Про Америку Ну как вот Рассказать в детском доме В Белоруссии Об Америке Вы знаете 15 лет назад В детских домах Было намного хуже Чем это сейчас Ну Сейчас намного лучше Обслуживание Намного лучше Питание И я Вспоминаю Свой первый день И Мальчишки рядом стояли Мы были в столовой И они смотрели Так Я спрашиваю Вы хотите что-нибудь покушать Не-не Мы уже покушали А когда мы встали Они спросили А можно мы хлеб заберем Ну В общем-то Их нормально кормили Очень много Пшенной каши Весьма много И каждый день А на завтра Эта каша Была запеканка Оказывается Они этот хлеб брали Ложили под подушку А потом ночью Когда он немножко Подсыхал этот хлеб Они его кушали Знаете Что-то хотелось Пацанам Но не хватало Ни фруктов Ни овощей Ни чего-то сладкого Он так просто Идешь и смотришь Идет И кусок хлеба ест Знаете Вот помните Такое Может кто-то Старшее поколение Помнит Еще в советское время Такой хлеб серый По 16 копеек Ну вот такой Приблизительно хлеб И знаете Когда меня Первый раз звали Ехать в Белоруссию Поехать в детские дома Или в Украину Поехать Или в Россию Я отказывался Я ну как Я себя считаю Я церковный человек Я занятый Я был директор Воскресной школы И я просто был занят И я помню Пришел Анатолий Это директор миссии И рассказал мне Один такой случай Который я хотел вам рассказать Он говорит Мне рассказал Про этот хлеб Который мальчишки Ложили под подушки И потом рассказал Про одного мальчика Говорит Ты знаешь Там есть Один маленький мальчик Его зовут Андрюшка И он меня позвал Один раз И сказал Пойдемте дядя То ли я вам что-то дам Я говорит Я пошел к нему в комнату Он поднял подушку Посмотрел Чтоб там никого не было И достал луковицу Достал луковицу Говорит Ну Анатолий говорит Андрюша Где ты взял Это Он говорит Не переживайте Я не украл Это мне нянечка дала Я его говорит Поблагодарил Я говорит Не мог отказаться Для него это было Ну больше чем Для нас может Бананы Или апельсины Это Ребенка была Луковица Которую он мог Есть С хлебом С этим Потом прошло время И я познакомился С этим Андрюшкой Вы знаете Вот Я просто вижу Эту картину Знаете Маленький Худенький Летом В одних шортиках Ну вот так Ребра Как Как балалайка Худенький Маленький Совсем недавно В этом году Я услышал Обрывок Одной проповеди Не было возможности Слышать всю проповедь И там человек Сказал такую фразу Которая мне Очень запомнилась Он сказал Покажите Свою святость Богу А доброту Людям Люди Этого мира Они не понимают Святость А доброту Они понимают Сегодня Особенно здесь Живя в этой Америке Имея такое Изобилие Не совсем может быть Понятно Об этой луковице Об этом хлебе Непонятно Нечасто люди Идут в церковь Нечасто люди Приходят к Богу А вот Когда человеку Являют Доброту Являет ему Какую-то милость Это касается Сердца человека Больше чем Какие-то убеждения Больше чем Длинные проповеди Оно касается Сердца человека И люди Начинают Тянуться к Богу Андрей Стефани Я вам тоже Хотел пожелать Сегодня Такая тема Достигать любви И Мне бы хотелось Напомнить вам Одну притчу Которую сказал Иисус Христос О добром Самарянине И вы знаете У этого Самарянина Ну Мы часто убеждаем Друг друга С проповеди Правильно Мы в церковь придем И там мы слышим Проповеди О том Что надо любить Ближнего Надо любить Друг друга Я думаю Что этот Самарянин Он не слышал Подобных проповедей Он увидел Бедного Несчастного И позаботился О нем Мне кажется В этом заключается Все христианство Вот в этой Любви Достигать любви Это не то Что много Говорить о любви Это просто Надо Идти И делать Мне бы очень Хотелось Вот Чтобы вы были Добрые Знаете Это одно Из качеств Любви Может по-другому Вы никогда Не сможете Показать Эту любовь Но когда люди Видят Как вы Хорошо Друг Друг Относитесь Какие Вы добрые Не будет Видеть Как вы Любите Друг Друг Да Благословит Вас В этом Господь Ему Слава За все Мы давайте Ставшие Помолимся Поблагодарим Бога Отец Наш Небесный Милость Твоя Так Велика К нам Ты Благ И Милосерд И Ты Добрый Бог Ты Так Возлюбил Нас Некогда Мы Были Все Сироты И Не Знали Тебя Но Ты Усыновил Нас И Ты Назвал Нас Своими Детьми Слава Тебе За это И Благодарность И Сегодня Все Вместе Мы Склоняемся При Тобою И Просим Тебя За Стефани Просим За Андрея Благослови Этот Брак Благослови Совместную Жизнь Чтобы Они Любили Тебя Любили Друг Друга Чтобы Они Были Добры К Окружающим Людям Благослови Чтобы В их Жизни Твое Имя Было Прославлено Чтобы Многие Люди Видя Их Жизнь Тянулись К Тебе Благослови Господи Никогда Ни при Каких Обстоятельствах Не Ожесточить Свои Сердца Но Чтобы Доброта Наполняла Всех Нас Тебе Господи Слава За Все И Благодарность Аминь Благодарность 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 ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ